Братья и сестры, я всех приветствую! Как вы реагируете, когда, к примеру, услышите слово «богословие»? Ну вот если бы я назвал свою проповедь «урок богословия», как бы вы приготовились слушать? Ну вот я помню одну такую ироничную, смешную историю, которую часто рассказывают молодым христианам, проходящим обучение в библейском колледже. История, скорее всего, выдуманная, однако она часто передается как притча. История о молодом человеке, который после обучения в библейском колледже посещал маленькую церковь. И вот в этой маленькой церкви была пожилая женщина, была бабушка, о которой молодой человек говорил о том, что он теперь богослов. А вот эта вот бабушка никак не могла понять значение этого слова. Он повторял его несколько раз, и потом бабушка ему просто ответила, «Ну ничего, сынок, наш Господь и таких любит». Когда-то я вот склонен был считать, что одна из величайших нужд христиан, друзья, это наставление в глубоких истинах Евангелия. Однако вот опыт нашей с вами жизни, наблюдение за нашей жизнью, показывает немножко другое. Глубокие истины Евангелия, если такие существуют, друзья, это старые основные истины Библии. То есть это далеко не роскошь, а необходимость для христианской жизни, необходимость знать основные истины Евангелия. Вот многие из нас, исповедующие христианство, досадно слабы в своем понимании основных библейских доктрин. Конечно, вот большинство из нас, друзья, спешат сказать о том, что мы не студенты, что мы очень, ну, более практичные люди. И часто мы даже просим проповедника говорить, ну, практичные проповеди. То есть мы говорим, мы делатели, мы немыслители. Однако, друзья, вот Священное Писание и история Церкви указывают нам на то, что именно из мыслителей получаются самые лучшие делатели. Проверьте меня, братья и сестры, проанализируйте историю жизни мужчин и женщин, которые оказались самое практическое влияние на Церковь, или, возможно, на вашу жизнь. Вы обнаружите, что среди них очень мало тех, кто не изучал христианскую истину. От величайших богословов, мучеников, интеллектуально одаренных проповедников до тех, кто, может быть, обладал самыми скромными дарами, но духовной силой все, возможно, без исключения, были учениками Библии. Друзья, в этом секрет полезности человека. Быть учеником Библии, стать учеником Библии – в этом секрет полезности человека. Ну, какими бы парадоксальными ни казались нашему естественному разуму, это один из фактов духовной реальности, что практическая христианская жизнь основана на понимании и на знании. Вот я сегодня наберусь смелости и дам следующее название для проповеди. Книга «Второзаконие», 4 глава «Уроки богословия». Книга «Второзаконие», 4 глава «Уроки богословия». Мы прочитаем отрывок, вот заключительный отрывок этой главы с 32 до 40 стиха. Пожалуйста, послушайте. «Спроси у времен прежних, бывших прежде тебя с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба. Бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ голос Бога, говорящего из среды огня, и оставался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями, чудесами, войною, рукою крепкою, мышцою высокую и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами вашими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе голос свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, и потомство после них, то и вывел тебя Сам в великую силу Свою из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и вести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет кроме Его. И храни постановления Его, заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Дорогие друзья, в 4 главе Моисей объявляет Бога несравненно милостивым в спасении. То есть, он говорит, вот посмотрите, вот насколько великодушен и благ, и милостив Бог, и особенно в спасении, которое он совершает для своего народа. Вот стихи, которые мы с вами прочитали, это заключение первой проповеди Моисея. То есть, вот что в заключении говорил, в заключении первой проповеди, вот говорил Моисей. И как хороший проповедник, Моисей призывает своих слушателей, ну вот, поразмышлять. Если вы обратили, да, он призывает их поразмышлять над какими-то историческими событиями. То есть, вспомните историю нашего народа, он говорит этим людям, и подумайте. А дальше он призывает людей, ну, сделать какие-то выводы из этих событий. Хорошо, вы знаете эти истории, сделайте выводы. И, конечно, вот очень важный призыв, вот стройте свою жизнь в соответствии, но опять же используя это слово, с богословием, вытекающим из этих событий. То есть, позвольте мне очень коротко сделать обзор этого отрывка и вот несколько сделать мыслей. Итак, урок истории, часть первая, 32-34 стихи. «Спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, и слыхано ли подобное сему?» То есть, имеется в виду выход из Египта. Дорогие друзья, Моисей предложил своим слушателям принять участие в очень тщательном образовательном упражнении, которое только можете себе представить. То есть, исчерпывающе изучите все исторические литературные источники. Он говорит, поизучайте, узнайте, спросите, чтобы выяснить, смогут ли они найти какие-либо похожие обстоятельства. Смогут ли найти что-то похожее в истории других народов, в книгах из других народов. Друзья, опыт спасения израильского народа не имеет параллелей во всей человеческой истории. Вот четыре вопроса из нашего отрывка, на которые Моисей предлагает своим слушателям найти ответ. Нет. Первое. Происходило ли когда-либо прежде подобное великое событие, имеется исход из Египта? Второе. Слышал ли кто-нибудь о подобном? Третье. Слышал ли кто-нибудь из людей голос Божий? И четвертое. Услышав голос Божий, дожили ли эти люди до того, чтобы рассказать об этом другим? Четыре вопроса, на которые Моисей призывает ответить своих слушателей. Итак, Бог совершил великое искупление. Бог вырвал Израиль из оков фараона и египетских богов. Он привел их к себе. И посмотрите, такой интересный, богатый каталог действий перечисляет Моисей. Взял себе народ рукою крепкую, мышцу высокую и великими ужасами. Вот с помощью вот этих вот вопросов, на которые призывают людей дать ответ, и вот этого каталога божественных действий, Моисей показывает, что вот это спасение Божье из Египта не имеет аналогов ни в исторических записях, ни даже в вымышленных изображениях, то есть ни в книгах, ни в истории этого нет. Ничего нет вот похожего, что было с израильским народом в Египте. Вот ни само понятие искупления, друзья, ни опыт искупления невозможно найти где-либо еще. Так вот, из этих исторических событий необходимо учиться. Урок богословия, часть 1, 35 стих. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. Друзья, в этом стихе приводится центральный урок веры Израиля. Бог Израиля – это Бог отдельного класса. Вот мы с вами вспомнили исторические события, что все эти действия совершены ради Израиля. И Моисей повторяет, вам было показано, для чего? Чтобы вы знали. Было показано, чтобы вы знали. Вы знаете, вот цель удивительных этих дел Бога, она была откровением или сообщением, то есть Бог хотел что-то передать людям, Бог хотел что-то открыть этим людям. И вот эти вот события показали, что только Он один заслуживает звание Бога, и что нет другого в Его классе. Он действительно Бог богов. Далее, друзья, урок истории, часть 2, 36 стих. «С неба дал Он слышать тебе голос свой, чтобы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь, и ты слышал слова Его из среды огня». То есть Моисей начинает отвечать на вторую пару вопросов, риторических вопросов. «Слышал ли кто-нибудь из людей голос Божий?» Вот узнай, спроси. И услышав этот голос, дожили ли эти люди до того, чтобы рассказать об этом другим? Да, Он говорит, Бог находится на небе, это Его истинное место пребывания, но и на земле. И вот на горе Синай Бог был явлен именно в огне. Почему в огне? Потому что огонь очень часто служит видимым символом божественного присутствия. И вот, скорее всего, друзья, вот здесь вот не указано, но вот это вот страшное явление или тревожное явление Бога на горе Синай, вы помните, вот гора надымилась, были гром, да, вот люди даже боялись приступить к Богу и просили Моисея, чтобы он выступал к лицу Бога. То есть для чего это было? Это должно было внушить страх перед Богом. Вот это вот событие, явление Бога, должно было внушить страх людям перед Богом, ну и продемонстрировать, что только Бог является Богом. Посмотрите, друзья, Моисей говорит, что Бог избрал Израиль и действует от имени народа, потому что возлюбил отцов твоих. Вот вы слушаете этой проповеди, да, друзья, вы часть этого народа, и вы слышите вот эти вот слова, то есть почему Бог избрал наш народ? Вот, потому что он возлюбил отцов своих, то есть отцов наших. Слушатели знакомятся с одним из ключевых мотивов книги и второзакония. Вы знаете, вот в Ветхом Завете вот этот вот термин «любить», он может иметь очень широкий спектр значений, но вот во второзаконии, друзья, знаете, что означает «любить»? Любить по книге и второзаконии, да, особенно когда мы говорим о Боге, обозначает остаться верным обетованием. То есть ты даешь обещание какому-то человеку, и ты остаешься верным этому обещанию. То есть вот это вот любовь Бога. А то есть действия, которые, ну, служат интересам другого человека. Вот что значит «любовь Бога» по книге второзакония. Хорошо, вот это заявление, оно, ну, в принципе, вот для того уха, для того слуха оно было релевационным. Почему? Потому что вообще вот понятие любви, оно практически отсутствует в словаре божественных человеческих отношений в Древнем Востоке. То есть вот в других религиях так не говорили. Вот такого слова в религии «любовь Бога» не существовало. Это было вот такое вот революционное заявление. Так вот, и из этих исторических событий необходимо научиться. Урок богословия, часть 2, братья и сестры, 39 стих. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». То есть Моисей еще раз повторяет утверждение. Друзья, вот насколько важно для израильтян знание и признание Бога. Вот насколько важно для израильтян было знание Бога. Моисей дважды повторяет. Это особенно было важно, знаете, для кого, друзья? Для тех, кто готовится перейти Иордан. То, чему народ был свидетелем на Синае, имеет неприходящее значение. Народ может уверенно перейти Иордан, зная, что хотя Бог, Он находится на небесах, живет на небесах, но Он присутствует с ними на земле. Итак, друзья, у нас есть два исторических события. Исход из Египта и явление Бога на горе Синай. Есть объяснение этих событий, да, вот когда Моисей призывает и говорит, знайте, что другого Бога не существует. А теперь послушайте, пожалуйста, практическое применение. 40 стих. «Храни постановление Его, заповеди Его, которые я заповедую тебе сегодня, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе всегда». Вы знаете, друзья, один единственный практический факт определяет последний стих. Знание истории действий Бога от имени Израиля. Знание статуса Бога, что это Бог, подобного которому нет. Это единственный Бог. Вы знаете, друзья, оно должно вдохновлять. Оно должно вдохновлять нас на поведение в соответствии с волей этого милостивого Бога. Это практический урок, который следует из проповеди Моисея. Друзья, Моисей призывает народ повиноваться воле Бога вот ради своего блага, друзья, и ради блага своих детей. Вот ради себя повинуйтесь Богу, и ради блага ваших детей повинуйтесь Богу. То есть даже ради ваших потомков повинуйтесь Богу. То есть если вы сохраните память об истории, о милостивых делах Бога, о милостивых действиях Бога, если ваша вера останется чистой, если ваша реакция будет правильной, то вот Божья миссия для вас будет выполнена. То есть вот что Бог хочет от вас. А земля действительно была обещана, вы сами прочитали вот это вечное владение. Но, друзья, еще раз скажу о том, что пользование вот этим вот обетованием, оно обусловлено. Каждое поколение израильского народа должно заново посвящать себя тому, чтобы быть народом Божьим, на Божьей земле по славу Божьей. То есть от каждого нового поколения ожидается новое посвящение Господу. Ну давайте попробуем соединить контексты вот с нашим временем. Вот так вот построена проповедь. Мы слышим воспоминания Моисея, друзья, о могущественных делах Бога, вот неоднократно. То есть он часто вспоминает историю. А вы знаете, друзья, вот последующие книги Ветхого Завета, вот если сравнить вот то, как Моисей говорит вот о Боге, об истории, да, друзья, и вот прочитать последующую историю вот израильского народа книги Ветхого Завета, мы заметим, что Израиль, в отличие от Моисея, растратил эти воспоминания. То есть Моисей не истратил эти воспоминания. Помните, я говорил о том, что вот у него было 40 лет подумать об исходе из Египта. То есть 40 лет он размышляет об этом событии. Друзья, в отличие от Моисея, израильский народ растратил вот эти воспоминания, не сделал выводов из этих событий и не применил на практике значение этих событий. А давайте попробуем перенести это и сказать что-то языком Нового Завета. Или применим язык Нового Завета к проповеди Моисея из книги Второзакония. Дело в том, что вот мотив божественных знамений и чудес переходит в Новый Завет. Одна из основных задач Евангелия, которые говорят о жизни Христа, представить Иисуса как Бога, который открывает Божье Царство знамениями, чудесами, кульминацией которых становится Его воскресенье. И затем ссылки на знамения и чудеса не переходят в книгу Деяния апостолов, которые также служат признаками наступления нового времени. Итак, друзья, Моисей призывает народ помнить основные исторические события истории своей, друзья, и делать уроки из этих событий и жить в свете этих событий. Вот я предполагаю, друзья, пытаюсь поставить себе на место людей, которые слушали Моисея, что вот слушая такую проповедь, ты получаешь какое-то вдохновение. Ты как-то начинаешь думать, у тебя появляются какие-то желания, друзья. А дело в том, что Моисей преподает вечные уроки. Если это уроки вечные, друзья, они касаются нас точно так, как касались слушателей Моисея. Итак, Моисей призывает нас. Моисей призывает нас, друзья, помнить, знать основные исторические события нашей веры, делать уроки из этих событий и жить в свете этих событий. Первое, друзья, Божье спасение достигается при больших затратах божественной силы и могущества. Божье спасение достигается при больших затратах божественной силы и могущества. Знаете, вот для Израиля спасительные дела Бога включали в себя вот казни в Египте, через которые Он не только объявил Израиль своим избранным народом, но и Он также что-то явил и сказал наблюдающему миру, явил свою славу и свою милость. Но вот что Бог сделал для своего народа в Египте, в рабстве, является образцом того, что Бог сделает для грешников, порабощенных не злой империей, а грехом. Фактически, друзья, в смерти и воскресении Христа мы являемся свидетелем силы и славы Бога, которая доказывает, что Христос действительно или Бог действительно главенствует на всем. То есть, если Исход представлял собой высший момент божественного искупления и вот эти основополагающие события в истории Израиля, друзья, то для нас с вами, для новозаветных верующих, именно этим является крест Христа. То есть, как в Израиле, друзья, вспоминали Исход из Египта, должны были хранить это в своем сердце, передавать это детям, друзья, для нас, верующих Новозавета, это крест нашего Господа Иисуса Христа. Второе. В этой краткой проповеди о благодати и спасении Моисей показывает, как действует спасительная благодать Божья. Своей собственной силой Бог искупляет, освобождает пленников из рабства и вводит их в новую жизнь. То есть, Бог это делает своей силой, без участия человека. Однако, друзья, вот призыв к спасению не имеет предварительных условий, а вот исполнение Божьего призвания для Его народа, друзья, оно всегда зависит от благодарного послушания Его воли. Всегда зависит от благодарного послушания Его воли. В отличие, еще раз скажу, от древних египтян или месопотамцев, ответ, которого ожидает спаситель, определяется не культовыми обрядами, ну, может быть, уходом за богами или кормлением богов, а именно нравственным послушанием. Вот ответ верующего человека на благодатные дела Бога, нравственное послушание воли Бога. Именно так, друзья, братья и сестры, Божий народ приносит Богу жертвы, хвалы и возвещает Его благодать искупленному миру. Третье. Знаете, этот отрывок предлагает образец очень хорошей проповеди, проповеди Моисея. И образец не только по содержанию, я думаю, вы замечаете, то есть по содержанию оно очень интересно, глубоко, но и вот пропорции. Хорошо, давайте обратим внимание на пропорции в проповеди Моисея. Ну, давайте скажем, вот эти несколько стихов мы с вами прочитали. Вот приблизительно там чуть-чуть больше, чем 150 слов. Ну, вот для удобства подсчета давайте скажем, что вот эта проповедь Моисея состоит из 150 слов. Хорошо? А посмотрите, как делится эта проповедь. 100 слов рассказывают нам об историческом опыте Израиля. То есть 100 слов, да, из 150 Моисей говорит, послушайте, что сделал Бог. 25 слов осмысления этих событий и 25 слов прикладное значение или практическое значение. Хорошо, вы теперь подумайте, братья и сестры. Мы не должны торопиться, чтобы стать практичными христианами. И для того, чтобы стать практичными христианами, история благодатного искупления должна быть понята, понята и осмыслена детально. Не наоборот, друзья. То есть мы никогда не станем глубоко практичными христианами после поверхностного знания искупления Бога. Друзья, вот этот текст напоминает нам, что наша этика должна вытекать из нашего учения, которое в свою очередь вытекает из памяти о милостивых вмешательствах Бога в человеческую историю. По этой причине, братья и сестры, мы продолжаем всегда говорить о кресте нашего Господа Иисуса Христа, о удивительных делах Божьего искупления. Вот почему мы проповедуем Христа и Его распятие. Своей смертью и воскресением Христос показывает свою связь с Богом, искупителем Израиля. Друзья, вот если спасение Бога израильтян от рабства фараону и Его Царству потребовало вот такого огромного акта божественной силы, то насколько же больше наше спасение от греха и господства тьмы. То есть, насколько больше силы Божьей, друзья, использовано в том, чтобы спасти нас от господства греха и тьмы. И это именно то, что совершил для нас Господь Иисус Христос. Именно этим Он показал, что Он только один является Богом, и другого нет. Позвольте мне прочитать отрывок из книги «Второзаконие», может быть, языком Нового Завета. Спроси ныне о днях прошедших, которые были прежде вас с того дня, как Бог создал человечество на земле. Спросите от одного конца неба до другого, случалось ли когда-нибудь такое великое дело, как это, и слышали ли о Нем? Встречались ли когда-нибудь люди со своими богами напрямую, как вы встретились с Ним и до сих пор живы? Или какой-нибудь Бог когда-нибудь осмелился вторгнуться в Царство тьмы и взять себе народ из среды этого Царства, могучий, просертый рукой, великими делами, которые Христос, ваш Бог, совершил для вас на кресте, на глазах ваших, перед вашими глазами? Тебе это было показано, чтобы ты знал, что Иисус Христос есть Бог, кроме Него нет другого. Он сошел с небес, как божественное Слово, чтобы открыть нам Отца, и на земле явил славу Свою, славу Единородного от Отца, полного благодати и истины. И Он, возлюбив грешный мир, вывел нас из Царства тьмы силою Своею, обезоружив начальство и власти, предав их открытому посрамлению, восторжествовав над ними, чтобы дать нам наследие. Итак, знай сегодня, положи себе на сердце, что Иисус Христос есть Бог. Он есть Бог на небе вверху, на земле внизу, и нет другого. Пусть Бог благословит нас с вами в понимании. Друзья, еще несколько мыслей, а вы знаете, именно по отношению жизни израильского народа во времена Ветхого Завета. Я как-то говорил о том, что, мне кажется, немножко бедное у нас понимание этой жизни, то, как люди жили во время Ветхого Завета, могла ли быть жизнь полноценной, полной в духовном смысле, то есть в смысле верующего человека в то время. Несколько раз я уже отмечал, друзья, что книга «Второзаконие» — это проповеди Моисея. Позвольте мне сейчас попробовать ответить на вопрос, почему проповедует Моисей. То есть если бы была такая конференция, на которой мы пригласили пожилого брата Моисея, и целый день он бы провел с нами, и, может быть, в середине или в конце этой конференции мы бы спросили, вот, брат Моисея, вот вы подобрали такую тему, книга «Второзаконие», да, а почему, для чего, почему вы говорите именно об этом? Друзья, давайте откроем удивительный библейский текст, удивительный отрывок, друзья, книга «Второзаконие», 26 глава, 2 стиха, 18-19 стих. «Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить заповеди Его, что Он поставит тебя выше всех народов, которые Он сотворил, в чести, славе, великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа, Бога твоего, как Он говорил». Друзья, итак, Бог дает обещание, Бог дает обетование народу, ты будешь собственным Его народом, поставить тебя выше всех народов, Ты будешь святым народом у Господа. Друзья, Моисей очень хорошо понял эти обетования. То есть Моисей очень хорошо понял величие этих обетований Бога. Однако все эти обетования, они обусловлены, если ты будешь хранить заповедь его. Если Израиль останется верен Богу и поручению, которым он призвал, Бог поставит их высоко, выше всех народов, в честь и славе, великолепии. То есть израильтяне будут признаны святым народом, народом, принадлежащим Богу. Друзья, Моисей очень хорошо понимал, что благословение для народа несет верность Богу. То есть как народ Божий может быть благословен? Божий народ благословен тогда, когда он остается верным Богу. То есть он понимает это, Моисей, и передает это людям. Знаете, еще особенно в смысле того, что окружающие люди, неверующие люди, они могут заметить присутствие Бога в среде своего народа. То есть Моисей это тоже интересовало, и Бога это интересовало. И он пытался передать это людям. То есть от всего сердца этот человек, этот служитель желал благословения для своего народа. И вот почему он объясняет заповеди Бога. Вот почему он пытается, как проповедник, очень хорошо проповедует, объяснить, сказать, призвать, чтобы вдохновить людей, а быть послушными Богу. То есть немаловажная деталь, друзья, она касается именно Библии. То есть вот как высоко Моисей ценил Божье Слово. Ему совсем не было стыдно проповедовать это Слово. Ему совсем не было стыдно, вот они жили, он очень много сам знал, друзья, наверное, обучался в Египте. Но ему совсем не было стыдно иметь это Слово, Слово Бога. Друзья, он больше того, вы знаете, вот он говорит, что в это мудрость ваша, разум ваш пред глазами народов. Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие праведные постановления закон? Вот какое высокое понимание было у Моисея Божьего Слова. Это самый праведный и самый справедливый закон. Это очень величная характеристика Библии, друзья, священного Писания, праведные постановления и законы, законы, которые не превзойдены в праведности. Почему, друзья? Потому что Бог праведен. И вот этот вот величественный призыв в книге Второзакония, праведности, праведности ищи, друзья, он приходит нам из качества Бога. Ну вот хочу сказать, что праведность, которую призывает Моисей, это не что-то заоблачное или неземное. Ну я не знаю, как вы для себя представляете праведного человека. Вот Моисей как-то представляет это в очень обыденных и простых терминах. Вот приведу два таких примера. К примеру, вот вопрос дать ближнему взаймы. Пусть это будет, ну вот если говорить языком того времени, да, вот был там богатый человек и бедный человек, семья богатого человека, семья бедного человека. И вот этому бедному нашему брату, израильтянину, да, ну нужно вспахать свое поле. Он приходит к более успешному человеку, к богатому, и говорит, можно ли мне у тебя взять взаймы плуг? Да, он говорит, пожалуйста, бери мой плуг. И вот бедный человек говорит, вот, как доказательство того, что я тебе верну этот плуг, вот моя единственная теплая одежда, я тебе отдаю. То есть если я не верну тебе плуг, да, то есть одежда останется у тебя. Посмотрите, к чему призывает Священное Писание. Если же он будет человек бедный, не ложись спать, имея залог его. Вот вы богатый человек, вы получили залог от бедного, да, немножко холодно становится месяц октябрь. Да, вы понимаете, что плуг мой у этого человека, и одежда его у меня, вот к чему Господь призывает. Не ложись спать, имея вот этот залог. Не ложись спать, имея одежду этого человека. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей. Придцовство, это праведность. Это Божья праведность. Посмотрите, как написано. Это 24 глава, 13 стих. И тебе это поставится в праведность перед Богом, Господом Богом твоим. Вот в чем праведность. Я не знаю, как вы себе представляете праведного человека, но вот Моисей праведным представлял человека такого, который не оставит у себя теплой одежды ближнего. Ну или еще один пример, друзья. Гиря у тебя должна быть точная и правильная. И ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились нитвы на земле, которую Господь Бог дает тебе. Братья и сестры, признаками богословски образованного народа является праведная община. Признаками богословски образованного народа, друзья, является праведная община, которая живет по стандартам, явленным в Священном Писании. Вот почему я так часто использую слово «богословие». И в этом смысле, братья и сестры, богословски образованные люди – это люди, которые живут по Библии. Это люди, которые слушаются этой Библии. Следующий вопрос, друзья. Хорошо, вот если у Моисея была такая цель. Вот хочу научить, друзья, передать эти заповеди Божьи, чтобы Бог благословил этот народ, чтобы был высоко, выше всех народов. А как эти цели библейского образования должны быть воплощаться в жизнь? То есть мы с вами представляем, не у всех были Библии. То есть как это все происходило? Вы знаете, вот интересно опять книга второзакония тем, что перед Моисеем было три поколения людей. Вот перед Моисеем прошло три поколения людей. Первое поколение, друзья, это было поколение, которое именно вышло из Египта. Второе поколение – это люди, которым проповедовал Моисей на равнинах Моава. И в его внимании было еще одно поколение. Третье поколение, друзья, это будущее поколение, люди, которые перейдут в обитованную землю и будут жить в обитованной земле. Так вот, смотрите, друзья, у каждого из этих поколений была своя форма обучения, была своя школа. Я коротко скажу о этой школе для каждого поколения. Давайте возьмем поколение исхода, люди, которые вышли из Египта. То есть мы с вами предполагаем, что после 400 лет пребывания в Египте, вот потомки Авраама, ну, казалось, они потеряли память о Боге своих предков и связь с ним. Вот Бог спас их от рабства и собирался дать им вот эту землю ханаанскую. И вот это значит, что искупление, оно не имело никакого отношения к их делам. То есть у них не было заслуг, из-за которых Бог посмотрел бы на этих людей и сказал, вот вам, именно вам и только вам я дам искупление. Друзья, что происходит? Бог начинает давать знамения чудеса. И вот эти знамения чудеса, вот казни в Египте, они были не только для Египтя. Посмотрите, как написано, да? «Чтобы ты рассказал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте. О знамениях моих, которые я показал в нем, чтобы вы знали, что я Господь». То есть казни в Египте Господь показал, в первую очередь, вот этому поколению, поколению людей, которые вышли из Египта. Они должны были научиться о том, что Господь есть Бог и нет другого. Конечно, ответ народа не заставил себя ждать. Они очень скоро доказали, что программа обучения в Египте была провалена. То есть то поколение, которое вышло из Египта, и вот эта программа обучения через казнь, явление силы Божьей, они очень скоро показали, что вот эта программа была провалена. Напротив, через несколько месяцев после спасения из Египта, через несколько недель после подписания завета, Горосинай, когда еще были на Синае, друзья, они поклонились Золотому Тельцу. То есть они не прошли курс обучения. Богословское образование для настоящего поколения. То есть что же происходит для людей, которые стоят перед Моисеем? Моисей очень-очень беспокоится об этих людях, которые именно перед ним. И уже теперь перед этими людьми, друзья, он выступает как учитель. Вот именно вот этим людям, которые перед ним, они не имели опыт выхода из Египта. Это были их родители. Однако они имели опыт жизни в пустыне. И вот все это время Моисей пытался учить этих людей. Хорошо? А Моисей выступает как учитель. Интересно, вот это забота этого человека. Сейчас опять покажу несколько библейских текстов. Вы удивитесь, друзья, что это Моисей, что это Ветхий Завет. Хорошо? То есть вот его забота, даже вот книга называется «Второзаконие», и кажется, что вот закон, 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 да, друзья. Однако нет. Вот забота Моисея, она не юридическая, она личная. Очень лично, на очень личном уровне Моисея разговаривает. Вот этот обыденный простой пример. А к примеру, друзья, вот в книге «Второзаконие» есть отрывок, который посвящен потреблению мяса. Хорошо? Вот до этого момента, вот пока Израиль путешествовал в пустыне, у них был закон, постановление Бога, которое требовало, что все домашние животные, они должны быть, если вы хотите использовать их в пищу, они должны закалываться перед святилищем с участием священников. То есть только вот в святилище, только с участием священника можно было бы заколоть там барашка или корову, для того, чтобы есть мясо этих животных. То есть такое положение, оно было приемлемым, друзья, когда народ находился в пути вокруг Скинии. Однако, как только они вот поселились в обитованной земле, вот эти ограничения, они стали проблематичными. И вот что делает Моисей, друзья? Моисей вносит изменения в Синайское законодательство. Он изменяет вот то, что было сказано на Синае. А вот эта забота вот на этом личном уровне, друзья, то есть если бы не было этих изменений, то повседневный рацион израильтян был бы ограничен либо дичью, либо вегетарианской пищей, а мясом домашних животных народ мог бы довольствоваться только на праздниках Центрального святилища. Ну, к примеру, если бы мы с вами жили, друзья, а плов мы бы с вами кушали только во время жатвы. А плов из говядины или из барана мы бы кушали только во время жатвы. То есть вот так было бы в израильском народе. Друзья, Моисей изменяет предыдущие постановления. Он устраняет вот это вот юридические ограничения жизни, приглашая народ вот наслаждаться. Вот наслаждайтесь делами рук ваших. Кушайте во всяком месте, если у вас есть, если Бог благословил. Кушайте и благодарите Бога. Друзья, это был человек, которого интересует желание народа. Посмотрите, это библейский текст, 12 глава, 15 стих. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколать и есть. То есть его интересует желание народа. Он переживает о своем народе. То есть когда будет у тебя желание есть мясо, заколай и ешь мясо. Благодари Бога за это. Друзья, вот с поразительным великодушием, то есть он открывает дверь для употребления мяса вдали. А дальше Моисея делает максимально удобным вот для людей, которые живут далеко от святилища, принеси десятину от урожая. То есть вот урожай, не нужно уже нести там пшено, да, или виноград. Вы могли это просто продать и принести деньги. То есть, друзья, Моисея ограничивает вот эти вот юридические постановления, опять заботясь и о народе. Вы знаете, для чего? Братья и сестры, согласитесь, чтобы если и так часто иногда хочется нам, да, чтобы церковь издала устав правил, чего делать, чего не делать. Вот если бы мы получили такой устав, да, вот практические действия, вот это да, вот это нет, это дело, это нет, друзья. Вот нам кажется, чтобы мы вот так хорошо бы зажили. Вот даже в Ветхом Завете так не было, братья и сестры. То есть в Ветхом Завете Моисей, вот говоря о заповеди Господа, он приглашает людей принимать решения от вашего имени. То есть он как бы говорит, вот вы руководствуйтесь своей совестью, научитесь жить своей совестью. Вот перед Богом, вы перед Богом. То есть не ищите правил, которые бы вам указали, вот как поступать. Знаете, правила опасны тем, друзья, что мы скорее начинаем применять их к другим, чем к себе. Если появятся церковные правила, братья и сестры, в первую очередь их используют против другого человека. Вот даже в Ветхом Завете так не было, братья и сестры. То есть Моисей призывает нас с вами жить своей совестью, научиться жить своей совестью, жить в общении с Богом, ходить перед Богом, братья и сестры, для того, чтобы знать, что угодно ему, и поступать вот то, как угодно ему. Ну вот, что может сказать об этом поколении? О поколении, которое было перед Моисеем. Братья и сестры, они в какой-то мере прошли этот урок. То есть они прошли этот урок, и особенно, вот, в прошлый раз мы с вами говорили о Ваал-фигоре, да, вот это место, где израильтяне начали поклоняться Ваалу. То есть не все израильтяне уже поклонились Ваалу. То есть если за Золотым Тельцом последовали все, то за Ваал-фигором вот это поколение уже последовали не все, то есть были те, кто остался верным Богу. Однако, друзья, Моисей заканчивает свою проповедь песней, печальной песней, и он прекрасно знает, что как только он умрет, друзья, все поменяется. То есть люди опять отступят от Бога. Очень коротко, друзья, о том, что Моисей предлагает для своего будущего поколения, как он смотрит в будущее. Вы знаете, что он интересно сделал? Он предоставил множество средств, с помощью которых вот память о спасительных действиях Бога могла сохраняться и передаваться из поколения в поколение. Вот смотрите, он говорит, вот, если вы взрослый человек, у вас есть дети, и он говорит при любом удобном моменте, проповедуй детям о Боге. Там, когда ты садишься, стоишь и ходишь, да, всегда проповедуй, друзья. А дальше, вот, сердце исторических, богословских традиций Израиля, оно было обличено в формы, которые очень легко запомнить. То есть все богословие израильского народа было обличено в формы, которые очень легко запомнить. Братья, вот сколько заповедей? Десять, да, вот, запомните их на пальцах. То есть детей вы могли бы научить. То есть это очень коротко и ясно, богословие очень коротко и ясно. Десять заповедей, друзья. Суть израильской веры. Два стиха. Слушай, Израиль. Господь наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Трудно запомнить? Легко запомнить, братья и сестры. А вы знаете, он предписал, что вот на любопытство детей, он даже сказал, как отвечать на любопытство детей. То есть вот так вот учите детей. Он запечатлел сердце израильской веры вот в таком вопросе и ответе из пяти частей, которые помещаются на пяти пальцах. А следующее, друзья. Чего требует от тебя Господь Бог твой? Чтобы ты боялся Господа, ходил путями Его, любил Бога, служил Богу и соблюдал заповедь Его. Чего требует от тебя Господь? Точно легко запомнить. Это забота Моисея о будущем поколении. Вы знаете, участвуя в национальных праздниках, три раза в год Израиль должен был собираться в центральном святилище для того, чтобы слушать чтение Писаний. То есть раз в год в святилище они слушали чтение Священного Писания. И вот что очень особенно, друзья, что очень важно, Моисей подчеркивает назначение левитов священников. То есть что делали левиты? Левиты учили народ Библии. Как это сделал Моисей, друзья, по территории израильского народа были разбросаны 48 левитских городов. То есть по территории Израиля в 48 городах жили левиты, которые из своих городов отправлялись в маленькие деревни и учили народ Библии. Это все было... Моисей вот так вот думал, Моисей, о будущем поколении. То есть это все должны были сделать. Так, друзья, это вот суть богословского образования для людей. Научить людей Библии. То, что было задумано Моисеем, друзья. Но еще раз скажу, мы читаем книгу Судей. Как только умер Моисей, Иисус Навин. Все-все-все поменялось, друзья. О чем это говорит? Это говорит о том, что родители перестали учить детей. Левиты перестали учить Библии. Праздники, если и были, то они были без мыслов, без значения, друзья. То есть все, что установил Моисей, оно было растрачено и было протрачено. Итак, друзья, в заключении, братья и сестры, для нас с вами предстает образец образования в Ветхом Завете. То есть очень важно было учиться, научиться знать историю свою, важные исторические события. Очень важно было знать богословские уроки этих событий, что они значат. И очень важно было, братья и сестры, стремиться оставаться послушными Господу. Братья и сестры, то есть мы с вами сегодня учимся и понимаем, что вот, как и люди Ветхого Завета, мы с вами нуждаемся в том же самом. Чтобы помнить нашу историю, братья и сестры, размышлять над этой историей и жить в свете истории. Пусть Бог благословит нас. Я приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Продолжение следует...